Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сейчас клиросные запели слова под Твою милость, прибегаем, Богородица Девы. Молений наших не презри скорби, но от беды сбави нас, единочистое и благословенное. В скорби расставания с нашим преснапоминаемым Духовным Отцом мы сегодня по-особому воспринимаем эти слова, прибегая под милость Пресвятые Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, в Ее Святом Храме, посвященном Ее Пречистому Образу Феодоровскому, где стоит образ, перед которым так часто молился за нас, грешных, за своих духовных чад, за всю Церковь, за весь мир. Владыка Алипий передает айфоной под бед страждущих избавительницей. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, совершая богослужение, приводим в себе на память слова Священного Писания. Вспоминайте наставники ваши. И взирая на кончину их, подражайте вере их. И за этими словами приходят другие слова Священного Писания. Память вечную будет править. От слуха зла не убоится. То, что сегодня мы, братья и сестры, видим, что отовсюду собрался народ в сороковой день памяти пресс-напоминаемого новоприставно-осхи архиепископа Алипия, многие не просто собрались, многие собрались в благодарных чувствах к Его бессмертной душе. С утешением, что Он был в нашей жизни. И что Господь сподобил нас с Ним в этой жизни встретиться. К сожалению, уходит то старшее поколение, особое, духоносное поколение, которое не только гонения и притеснения, и угрозы видели за то, что только верующие, за то, что ходят церковь, называются православными, но они явили подвиг исповедничества. В 60-е годы владыка Алипий поступил в семинарию. Что это были за годы? Председатель колхоза ему говорил, что ты в церковь ходишь. Скоро на церковь такие завки повешают, а всех верующих на саловки посылают. А он, будучи мальчиком, мудро отвечал председателю колхоза. А на саловках советская власть? Он говорит, ну конечно, советская. Ну а где советская власть, там другом хорошо. А тому уже и стыдно вроде что-то говорить простому отраку. А потом уже владыка поступил в семинарию. Что это было за время? Тогда была объявлена война против церкви. Только в 1961 году было закрыто 9 тысяч храмов. Закрыта Киево-Печерская лавра. На грани закрытия стояла Почаевская лавра. Вопрос стоял о закрытии Троицы Сергиевой лавры. Хрущев, выступая, говорил, что я вам в 80-м году последнего попа покажу по телевизору. Такое время было. И в это время владыка Алипий, а тогда еще и юноша Василий Погребняк, он пошел учиться в семинарии. Несмотря на угрозы власти, несмотря на ту безбожную коммунистическую идеологию, на те угрозы, он хотел был быть пастырем церкви. И когда преподаватель в семинарии зашел к ним в класс, посмотрел на них, старый преподаватель на юношей, которые сидели в 60-е годы в аудитории семинарской, преподаватель заплакал и сказал, «Сынки мои, только за то, что вы здесь сидите, я вам должен всем пятерки поставить». Такие же были и теперешний патриарх Кирилл, и блаженнейший митрополит Ануший. Мы привыкли, что они есть, что они пастыри, но их пастырство вначале имело основу подвига исповедничества. Они верили Богу, обетованием святых отцов. Словам Священного Писания, «Созижду церковь мою и врата адова не удаляют ей». И они, вдохновляясь этими словами, в то трудное время шли учиться, шли на грядущий пастырский подвиг. Это действительно был подвиг. Ведь храмов было немного, когда они рукоположились. Когда владыка Алипий пришел сюда в Красный Лиман, только на первой седмице поста у него было в храме до 800 причастников. Их надо было поисповедовать, их надо было причастить. А сколько было народа церковного, старой церковной традиции, той дореволюционной закалки, которые лежали парализованы, не могли до храма дойти. И надо было в каждый дом зайти, поисповедовать, пособоровать, причастить, исполнить их благочестивое желание, их верующего сердца. И владыка Алипий не ограничивался только этим. Будучи монахом, монахом не только на словах и по внешней форме, сколько по внутренней сути содержания своей светлой души, он сумел вокруг себя не просто собрать верующих людей, но привлечь их на путь монашества. Своим примером. Таковых множество. Ведь еще в советские времена, он говорил матушке Игумене Рахиле, «Матушка, хочу святые горы открыть, владыка, да где же вы возьмете туда братья?» А у меня уже восемь человек на примете есть. Был такой ответ. И он говорил о пророчествах старцев, которые пророчествовали об открытии Святогорской лавры, когда говорили, такие как Игумен Иоанн, Стрельцов, детки еще, «Зазвонят колокола над святыми горам, а колокола будут такие, что до Красного Лимана будет чуть». И владыка жил этой верой в исполнение обетования старцев. О владыке Алипии можно много рассказывать, братья и сестры. Вся его жизнь это был подвиг молитвенный, подвиг смирения, подвиг назидания подчас бессловесного. Иногда не нужно было даже слышать от владыки слова, достаточно было увидеть его взгляд, и все становилось понятно. В любом своем решении, в любом своем сомнении каком-то, конечно же, обращались к владыке, и его слово, и его мнение воспринимали уже твердо, как олюборно. Что раз владыка так сказал, так оно и будет. Я вспоминаю, когда я еще сюда приезжал юноши. С владыкой впервые познакомились в 88-м году, а потом уже, учащийся в семинарии, всегда на каникулы приезжал сюда, в Красный Лиман, сюда к владыке. Многие его наставления и назидания помнятся по сегодняшний день. Хотя в самой первой встрече, когда владыка сказал мне, наш, наш, обнявший, я с удивлением спросил, какой это ваш? Монахом будешь. У меня тогда еще простой сельский хлопать, я и монахом не видел, какие они бывают. И впоследствии владыка олицет, и уже видя и мое, созревающее желание быть монахом, я помню, приехал из семинарии на каникулы, и уже так мне захотелось, и загорелось уже быть монашествующим, что я готов был даже участь в семинарии, взять благословение на пострижение. Тем более, что были такие архимандриты в Троице Северной Лавре, которые предлагали принять посты. И мне это было лестно, молодому человеку, и уже мое желание такого и было, воспитанное и владыкой Олитвием, и другими такими единодушными с ним батюшками. И когда я приехал, и думаю, вот владыка, я сейчас с радостью, когда я скажу, что я хочу монахом быть, он с радостью меня благословит. Я сказал, а владыка как не слышит. Я думаю, может, владыка не раз слышал. Второй раз говорю, владыка, так хочется монашество принять и все. Он опять ничего не сказал. И дает на вечер мне книжечку читать за старца иеросхимонаха Захария. Он знал мою привычку, я всегда любитель что-то почитать на ночь. Я дал книгу, я с первой страницы читаю, что старец Захария ждал пост 3-го 17 лет в Троице Сергиеве Лаврии. Я думаю, о, такая перспектива. Да. И наутро, не теряя надежды, все-таки с впечатлениями спрашиваю опять у владыки, владыка, так может, как вы, благословите на монашество? А он мне спрашивает, хочется? Я скажу, хочется. А он улыбнулся, говорит, ну, хайдущее захочется. И уже, когда я уезжал, то он мне благословил шить монашеские одежды. Хотя не благословил еще постригаться, но благословил шить монашеские одежды. Для меня это было утешением. Я, конечно, в кратчайший срок их пошил, и они у меня года два лежали до окончания семинаров, когда уже владыка в последствии постриг своими руками меня назвавших Арсением. И тоже сам постриг, когда я еще учился в семинаре, мне сам постриг приснился. И постриг, как будто я, как обычно, на постриг ползут в одной только сорочке белой, постригаемая. Я помню, что я ползу по некрашенному деревянному полу, который как бы затоптан так вот многими, как после службы. И меня постригают, то не вижу, но сон такой в первом классе семинарии, мне нарекают имя на букву А. И с удивлением я проснулся и так рассказал этот сон своим сокурсникам, и те в шутку меня назвали Амвросий. Чую семинарию. И впоследствии, когда уже окончил семинарию, владыка меня сначала рукоположил в Дьяконы здесь, в Красном Лимане, затем в Ясиноватой на Троеручицу рукоположил в Паереи, а уже в Успенском посту у отца Зосимы в Никольском мы поехали, где совершался монашеский постриг. Причем в этот день постригали нас в мантию двоих. И в этот же день Игумена Саватия, Архимандрита Тавара Саватия постригали схему с именем Зосимы. Когда постригали нас, нас покрывал мантия отец Зосима, когда постригали его, то мы вдвоем покрывали мантиями его на схемическом постриге. Отец Зосима еще говорил, как два архангела по бокам стояло. И постригали на Зосиму Саватия Соловецких 21 августа и думалось, что имя дадут или Зосима или Саватия. Но перед этим я был уже и Иереем и был на погребении. Был на погребении. Маленькую сухенькую старушку хоронили, а у ее в головах стояла такая среднего размера иверская икона Божьей Матери афонских писем. И сбоку написано в рост Арсения Великий. И когда я отслужил погребение, родственники по обычаю и батюшка сколько вам? Говорю, ничего не надо. Если вы эту иконочку отдадите, я за вашу маму всегда буду молиться. А не берите. Я такой радостный, афонского письма икона. В идеале сохранившаяся иверская Царица Небесная подобный Арсений Великий на полях. И я вечером похвастался Владыке Алитию. Говорю, Владыка, гляньте, какую иконочку мне сегодня дали. Он так посмотрел, особая иконочка и ничего не сказал. Когда мы ужинали, я говорю, Владыка, когда постриг будет монашеский? Он говорит, завтра. Так спокойно. А у меня и ложка чуть из рук не выпала. Когда мы приехали на монашеский постриг уже в село Никольское Васильевский храм, то там только что поминали полы в церкви, еще не успевшие их покрасить. Отошла литургия. Отец Зосима говорит, так, бабы, выходите все из храма, тут монахов стричь будем, нечего вам тут смотреть. И осталось несколько человек только на постриге, да, а ползти пришлось по некрашенным доскам, по полу затоптанному после службы. Но я же думаю, какое же имя на букву А? И вот когда постригал Владыкалипий, пострригается брат наш Арсеньев. И потом на проповеди сказал такие слова. Я хотел дать имя в честь Игнатия Брянчанинова, тем более был Игорь, Игорь Игнатий созвучный такой. Но я понял, что Божья Матерь принесла имя. Быть тебе Арсеньем. И сказал «В житии твоего покровителя есть такие слова Арсений бегай людей и спасешься. А тебе говорю наоборот беги к людям там твое спасение». И так давший имя преподобного Арсения Великого Владыка Алипий как бы дал такое особое благословение вместе с этим именем впоследствии воспринять и Святогорскую Лавру и послужить делу ее возобновления как когда-то служил делу возобновления преподобный Арсений Митрофанов первый по возобновлению игумен Святогорской пустыни. Мы братья и сестры сегодня вспоминаем вот эти моменты слов Владыки Алипия его участие в жизни каждого из нас я просто вспоминаю вот эти моменты из своей жизни потому что они мне добрые я знаю что у каждого из вас есть такие моменты в которые обнаруживалась добродетельная душа Владыки Алипия его дарование Духа Святого и дар Слова и дар обсуждения и дар проницательности и дар прозрения скажу потому что были такие моменты в моей жизни но это мои сокровенные тайны которые знали Владыка Алипия и я когда он говорил такие моменты и такие благословения которые потом исполнялись что я понимал что это не просто священник это не просто монах это духовник которых поискать и которого надо держаться для нас конечно все эти дни это дни скорби кто-то конечно скажет Владыка Алипитам на небе нас не забывает молиться я согласен с этим как человек верующий как священник но расставание здесь на земле это тоже скорбь братья и сестры и эту скорбь мы тоже переживаем по особому с надеждой навстречу вечности по его святым молитвам а то что он нас не оставляет перед девятым днем было особое чудо заступления Владыки Алипия за нас может я что-то какой-то нюанс может не так скажу но по крайней мере как мне рассказали так и я рассказываю вам сегодняшний день что до девятого дня есть молодая супружеская пара которая приезжала к Владыке Алипию за советом их маленькая дочь и вот маме снится сон она не видит Владыку Алипия но слышит его голос ой да шо ж сыробы как Владыка Алипия всегда так да куда ж ты дивишься а у девочки были проблемы с дыханием она дышала только ротиком потому что там были ну как полипы в носу и воспаление соответственно было что готовили оперировать даже аденомы эти вырезать и даже планировали операцию и тут голос Владыки Алипия куда ж ты дивишься глянь что ж ты тут же надо носик промыть и мама когда проснулась и подошла как дочь увидела что с гноем все вышло и она промыла носик но мало того Владыка сказал еще такие слова а когда до врача пидете а в ушки шо тут ой лишенька шо ж тут в ушки таке хай врач ушко подивится обязательно и вот когда ну мама говорит потом уже говорит мы уже поняли почему что несколько месяцев я что то говорю девочке а она переспрашивает но мы же не думали что у нее какие то проблемы со слухом а ребенок особо не скажет и вдруг во сне владыка говорит а шо ж тут в ушки хай врач ушко подивится и вот вышел этот гной они пошли проверяться к врачу врач говорит хорошо все прочистилось и операция уже не нужна а мама просит а вы посмотрите пожалуйста ушко а что там в ушке ну не знаю вы просто посмотрите ну хорошо посмотрю и врач смотрит ушко и говорит ну ушко как ушко ничего странного стоп стоп а это что такое и в ушке врач находит бусинку и эта бусинка уже несколько месяцев там и она вросла уже вплоть так что ее пришлось несколько выдирать и мама вспомнила что они были в гостях в Харькове в Харькове у знакомых которая занимается вышиванием бусами бисером и эта девочка играла и так случайно бусинка попала и никто про нее не знал что она в ушке эта бусинка если бы не владыка Алипий не сказал это во сне ой лышенька а что ж тут в ушке хай врач и ушко подержится а так владыка участвует в нашей жизни мы не знаем это откроется на страшном суде в дни второго пришествия за скольких он в этот период молился и как он сегодня вымаливает нас это откроется потом но по этому примеру мы видим что владыка нас не оставил не бросил он остается со своими духовными чадами заботясь о нас с вами не только о духовном спасении но и телесном здравии заботясь об этой молодой семье о их маленькой дочери это все проявление его любви которой мы так привыкли в лучах этой любви купаться при его жизни сегодняшний день брата и сестры день сороковой особый день представительство его бессмертной светлой души пред престолом Вседержителя где он увидит Божью Матерь которая будет за него молиться которую он так почитал увидит ангельские силы множество святых угодников Божьих и она предпечет и у престола Божия находясь мы в сегодняшний день братья и сестры представляя его предстояние его души у престола Вседержителя мы сами туда умом молитвами своими сердцем своим хочем встать там рядом и говорить добрые слова оправдывая его душу перед Богом знаете святые отцы как-то сказали такие слова все что мы не делаем в этой жизни пост молитва бдение милостыня что бы мы не делали это это приравнивается все к нулю а потом когда перед Богом предстанет Господь будет давать нам каждому оценку кому к нулю единичку пририсует уже десять будет кому двоечку двадцать кому четыре сорок и уже будет не ноль мы уже что-то будем в очах Божьих иметь по Его милосердию но это зависит от Его оценки тех наших добродетелей не мы их оцениваем Бог оценивает мы все оцениваем в ноль а вот как Бог оценивает это уже Его святая воля так вот хотелось бы братья и сестры чтобы оценка и цифры которые будут предписываться перед этим нулем и к душе владыки олипия чтобы каждый из нас стал той цифрой не только в стоящих храме но и молящихся сегодня и все это в Горской Лавре и в Киево-Печерской и в Почаевской и в других монастырях где только сегодня поминают владыку олипия а я три дня назад выступая в онлайн на конференции монашеской я попросил присутствующих было 80 игуменов и гуменей на этой конференции я попросил 11 числа вознести молитву на представленном все архиепископе олипии во многих монастырях на многих приходах и мы сегодня молимся за владыку олипии и просим Бога Господи мы готовы каждый стать той циферкой благодарной и Богу и благодарной своему духовнику чтобы оценил Господь его труды в оправдании его бессмертной души преклонился милосердием и сказал слова приедите возлюбление отца моего примите уготованное вам царство уготованное отсложение мира и дай Боже братья и сестры чтобы сегодняшний день стал днем вхождения владыки в вечное бытие небесного царства где бы он получил простор особый дерзновенных молитв за нас грешных ему нужна эта молитва наша как молитва нашей любви он рад нашей любви но и мы нуждаемся в его молитвах там в том небесном отечестве в которое когда-то и каждый из нас перейдет перешагнувший порог который называется смерть но это не смерть это всего лишь порог называемый таким названием просто из жизни в жизнь шагнем и так бы хотелось встретить первого кого там владыка валитвия который с радостью бы встречал нас как своих духов чат аминь подпишись на подписывайтесь на youtube канал святогорской лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители а чтобы совершенно ничего не пропустить установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала нажав на колокольчик под этим видео следите за новостями святоуспенской святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok